Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по третьей книге царств. И сегодня мы будем читать четвертую главу этой книги. И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него, Азария, сын Садока, священника, Ели Хореф и Ахия, сыновья Сивы, песцы, Иесафат, сын Ахилуда, диписатель, Ванея, сын Иодая, военачальник, Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, И Завув, сын Нафана, священника, друг царя, И Ахисар, начальник над домом царским, И Аду Нерам, сын Адвы, над податями. И было у Соломона двенадцать приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Давайте посмотрим, какие у нас есть комментарии. Ефрем Сирин пишет, «Начальники, выбранные Соломоном, определили порядок избранных, которых Христос утвердил своей милостью и назначил их правителями над народом». То есть это как прообраз епископов. В самом деле двенадцать приставников были выбраны, чтобы управлять доходами царя и его домом. Здесь указания и на апостолов, от которых произошли все епископы. «Потому что столько же апостолов разошлись по всему миру и были назначены казначеями сокровищ божественных тайн, так, чтобы они могли питать живой и бессмертной пищей Израиль Божий, то есть весь православный люд, могли бы управлять доходами миролюбивого царя». То есть сокровища апостолов — это не золото и серебро, а то учение Евангелия, которое они проповедовали. «Однако границы земель каждого приставника были четко обозначены, то, что называется каноническая территория, потому что аналогичным образом каждый апостол получил определенную местность. Симон проповедовал в Риме, Иоанн — в Эфесе, Матфей — в Палестине, а Фома — в районе Индии». Вот такой интересный комментарий предлагает нам Ефрем Сирин. И далее мы читаем. «Вот имена их Бен-Хур на горе Ефремовой, Бен-Декар в Маккадсе и в Шаалбиме, в Вивсамисе и в Элоне, и в Бев-Ханане, Бен-Хесет в Арюбофи, Ему же принадлежал Соко и вся земля Хевер, Бен-Авинадав над всем, Наафаф-Дорам, Тафаф, дочь Соломона, была его женою, то есть женою этого правителя, Ваана, сын Ахилуда, в Афанахе и Мегидо и во всем Бев-Сане, что близ Цартана, ниже Израиля, от Бев-Сана до Абель-Махола и даже Ио-Кмеана». И вот здесь продолжается перечисление имен и земель наместников, имена отдаются и указываются те земли, где они представляли власть царя. Теперь прочитаем 20 и 21 стих. «И Юда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». То есть величие царства Соломона было такое, что даже египтяне и филистимляне приносили ему дары. Эти дары не называются данью, это было такое дипломатическое решение, это как бы акт вежливости, потому что все понимали, что могучая сила Бога скрывается за этим мудрейшим правителем. «Продовольствие Соломона на каждый день составляло 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 валов откормленных и 20 валов с пастбища и 100 овец, кроме оленей и серн, и сайгаков, и откормленных птиц. Ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки от Типсаха до Газы над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами». Но, как я уже говорил, мир обычно достигается путем компромиссов, и те компромиссы, которые мы обнаружим у Соломона, они граничили с аводозра, то есть с чуждым служением. А земная церковь все-таки всегда пребывает в неком таком внутреннем конфликте с окружающим миром, ибо Господь посылал своих учеников в этот мир, как овец среди волков. И свет во тьме светит, и тьма не может его объять. «И жили июды Израиль спокойно каждый под виноградником своим и под смоковницей своей от Дана до Версавии во все дни Соломона. И было у Соломона сорок тысяч стоил для коней, вот здесь мы видим, что Соломон заводит коней, для колесницы, до этого кони были редкостью среди евреев. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя каждый в свой месяц и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень, и солому для коней, и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря». Давайте посмотрим, какое столкование есть на этот стих. Это 29 стих. «Мудрость Соломона, она вошла как бы в пословицу. Вот есть толкование Оригена этого комментария на пись-песней. «Как мне кажется, греческие мудрецы заимствовали эти знания у Соломона, поскольку он узнал это через Дух Божий по времени намного раньше их и выставил за свое изобретение, поместил в книги своих учений. И они это назвали своими писаниями, оставили, дабы передать потомкам. Но это, как мы сказали, Соломон обнаружил раньше всех, преподал благодаря мудрости, которую получил от Бога, как написано, и дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех древних и всех мудрецов египетских». Ориген настаивает на том, что мудрость эллинская, она тоже питалась от мудрости Востока и от мудрости Соломона. И действительно известно, что Пифагор в поисках мудрости посещал Египет, а он не мог прийти в Египет, не пройдя и через Палестину. И мудрость Платона и Аристотеля, она тоже возникла не на голом месте. И Ориген настаивает на том, что многие писания Соломона, они как бы присваивались, акт плагиата греческими философами. Далее Ориген пишет. Итак, Соломон, желая разделить и распределить по порядку эти три учения, которые выше мы назвали общими, то есть нравственное, естественное и умозрительное, изложил их в трех книгах, каждая из которых идет последовательно в том же порядке. Сначала он преподал нравственные учения в притчах, излагая жизненные установления в сжатых и кратких изречениях. Затем он поместил в Экклесиасте то, что называется естественным, где, рассуждая много о естественных вещах и отделяя пустое и тщетное от полезного и необходимого, он убеждает, что нужно оставить тщету и следовать полезному и правильному. А умозрительное учение он изложил в этой книге, которая у нас под рукой, то есть в пись песней. Здесь он внушает душе любовь к небесному и божественному, чтобы образ жениха и невесты, научая тому, что к общению с Богом нужно идти путями привязанности и любви. Именно этим он закладывает основы истинного любомудрия, любомудрия по-гречески это философия, и определяет порядок учений и установлений. И далее мы читаем в Писании «И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян». Ну, а то, что греки учились у египтян, мы это знаем. «Он был мудрее всех людей, мудрее и Гефана Эзарахитянина, и Имана, и Халкола, и Дадры сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он три тысячи притчей, и песней его было тысяча и пять». То есть у нас сохранилась очень незначительная часть. «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до эсопа, взращивающего из стены. Говорил о животных, о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах, то есть занимался и ботаникой, и зоологией. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. И как я уже сказал, мудрость Соломона, она стала притчей во языцах среди многих народов. И если в античном мире хотели сказать, что человек мудрый, говорили, как царь Соломон. Итак, мы окончили чтение четвертой главы. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать пятую главу третьей книги царств. Спасибо. Спасибо.